Всем привет! С вами канал Живая Планета. В этом выпуске я расскажу вам про Корнотабра. И давайте начнем. Длина 8 метров, высота 3,5 метра, вес 1 тонна. Корнотабр жил в Южной Америке 85 миллионов лет назад. По отношению к телу, у него самые короткие лапки среди динозавров. Несмотря на то, что они были очень короткие, на них было 4 пальца. Но лапы все же были очень неразвитыми. Ими динозавр был в состоянии лишь пошевелить, но не дотянуться до, скажем так, шеи. Корнотабр один из самых быстрых динозавров. Он мог развивать скорость до 65 километров в час. А все из-за его очень мощных задних лап, которые помогали развивать Корнотабру скорость равную и даже превосходящую скорость, чем едет машина по дороге. На спине Корнотабра были остеодермы. Но в реальности длина Корнотабра 8 метров. Но в фильме «Мир юрского периода 2. Павшее королевство» 2018 года Корнотабр был в длину 10 метров. И был размером почти такой же, как Тираннозавр Рекс. Однако на самом деле Корнотабры были на 2 метра меньше. У Корнотабров очень короткая морда, но это компенсируется огромной силой укусовой в 2,5 тонны. Это как две машины Ронолоку. Ну и еще половинка. Конечно же, Корнотабр был бойцовским динозавром, ведь его сила укуса могла сравнить его с более крупными динозаврами, даже с гибридом из первой части Индоминусом Рексом. Хотя Корнотабр был средним хищником, но не как не гигантским. Есть мелкие хищники, велосерапторы. Есть средние хищники, это Корнотабры. Есть гигантские хищники, это спинозавры. Конечно же, Корнотабр был средним хищником, и никак не гигантским. Потому что гигантский хищник, это хищник, который больше 10 метров. Ну, например, тот же Кархарадонтозавр с длиной 11 метров, Тираннозавр с длиной 12 метров, и гигант спинозавр с длиной 17 метров. Корнотабр, в отличие от спинозавра, о котором я говорил, совсем не умел плавать, Его задние лапы были хоть и скоростны, но никак не приспособлены для плавания. Корнотабр был вообще один из главных хищников своего времени. Он спокойно мог закусить травоядным динозавром и даже подраться с каким-нибудь там... Австрораптором. Ну, нет, мегараптором. И, знаете, у корнотабра получалось вполне легко Сражаться с динозаврами, убивать динозавров, Которые были по размеру такого же роста, как сам корнотабр. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем удачного дня и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok